Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я сегодня в Москве, верни, Сашего Измайлова. Пожалуй, это главный блошиный антикварный рынок страны. Я здесь был последний раз, наверное, в 90-х. Ну так, судя по ощущениям, потому что здесь вокруг происходит, ничего особо не поменялось. В общем, давайте погуляем, посмотрим, что там есть. На входе прям как будто вещевой рынок просто. Но на самом деле, друзья, здесь много всего крутейшего. Тут огромное количество всяких сувениров, матрешек и прочего. Но, мне кажется, я отвечаю, в 90-х ничего не поменялось, вообще все то же самое. Да, тут всякие попахи. Ну, я говорю, это в 90-х, короче, была главная точка, куда иностранцы приезжали, чтобы прям затариться Russian Souvenir. Вот, но тут дальше был еще блошиный рынок. Тут прям люди свои вещи приносили всякие. Блошиный, антикварный, вот такого плана. Да, здесь вот холодное оружие, ножики. Сабли, шашки. А сколько шашки стоят? Самые дешевые. 9500. 9500. Ага. О, белота. Так, нам нужен на самом деле антикварные вещи и оружие, которое здесь должно быть. А вот там, смотри, там блошины, там люди что-то выносят. Потом туда тоже сходим. Так, вот интересный ларек с советскими значками. Очень много значков. Ну, и что, слава богу. А ему же за 80. А тебе, кого по 80. Вот, забавно, фототехника. Чисто стенд фототехники. Интересно. Напишите, друзья, в комментариях было у вас что-то из представленного. В общем, интересно, на самом деле. Чем глубже заходишь внутрь вернисажа, тем все прикольнее и неприкольнее. Потому что вначале совсем прям сувениры, сувениры. А здесь уже какие-то проблески реальной истории, реального антиквариата. Вот еще значки. Смотрите. Самые дорогие, кстати, значки. Это значки на тяжелом металле. Японская выставка, 65-й год. Да, то есть... Алюминиевые значки дешевые. А вот стальные, железные, такие бронзовые. Вот они как раз-таки подороже. Смотрите, еще один, друзья, интересный стенд. Тут много подстаканников. И вот такие вот пушки, танчики. Так, мы поднимаемся наверх. Водим все глубже и глубже. И здесь уже, видите, кукол начали продавать. Советский экран. Так, вот, вот тут, наверное, начинается уже более блошиный рынок. Вот здесь уже вот сами люди, насколько я помню. Там тоже, мне кажется, коллеги-блогеры. Дойдем еще. Пойдем смотреть. Книги. Книги. А это настоящая шапка этого британского полицейского? А сколько она стоит? Десять тысяч. А Буденовка не настоящая, да, это новодел? Не надо ничего снимать. Не надо? А год какой интересный? А там на этом есть год. На ручке, наверное, есть год. Вот клини стоят. Тридцатый, по-моему, двадцать девятый шапка. А, прикольно. Как-то с китайской что-то. Или с этим. Прикольно. Там вот эссе. Кстати, друзья, не все разрешают у себя снимать. Поэтому часть материала сегодня мы снимаем скрытой камерой. А здесь вот антикварная мебель. Самоварочки. Ну, это они на самом деле везде не видят. Вот, смотри, ППТ. Телефоны забавные. Здесь тоже немножко икон. Это прямо антиквариат. Хотя, на самом деле, мне кажется, тут большая часть это новоделы. И просто развод туристов. Ощущение. Значки, самовары. Вообще, какое интересное. Прям. Как в музее у вас, слушайте. Вот тут я вообще не понимаю, что это такое, друзья. Какие наручники. Не знаю, Германия. Какие-то кромнищие вообще. Тоже куча антиквариата. Здесь такое ощущение, что просто, знаешь, навалили. О, машина, да, забавная. Вот это вот этот пулемет прикольный, коробуха. Да. Ты знаешь, такое ощущение, что просто вот чей-то гараж, короче, гараж очень богатого. Дедушки распечатали, выволокли сюда. А машина вот такая сколько стоит? Две пятьсот. Две пятьсот. Две пятьсот. Я целая. Только, как говорят, покраску ждать. Белас. 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 Хотите за две тысячи? Вчера вот две тысячи давал человеку. А что не взял? А потому что хотя не хотела. Сегодня мне позвонили. Сегодня сказали, что можно за две уже отдавать. Ну, надо было отдать за две тысячи. Все, колеса, все на месте. Прикольно. Мы подумаем. Это прям интересно. Смотрите, патефоны, лампады. Патефоны вообще в таком идеальнейшем состоянии. Таких даже не видел никогда. Обычно в сельских музеях они такие потрепанные. Прям на месте идет процесс. Что вы делаете? Очищаете? По-темне обшила? Вы не видите, что ли? А это типа вот было-стало? Или? Ух, смотри, арбалет. Интересный. Реальный арбалет. Здесь в основном ручки. В этом модели есть советские лыжи. Снова антиквариат. Так, что, идем дальше? Так, ну я предлагаю вот сейчас чуть-чуть дойти, и уже можно будет, наверное, куда-то повернуть. Рынок огромный. Его за один день не обойдешь. Давай вот сейчас чуть-чуть пройдем. Очень много старых ковров. Прям, видите, все завалено коврами. Плуг. Такой в музеях стоят. Прям иконы огромные. Шлем. А сколько шлем такой стоит? 30. 30? Ну это новодел, да? Это не... Нет? А какой же это период? Интересно. Ну это что-то восточное. Да, это что-то с Кавказа. Что, туда? Или прямо? Или туда? Улица Ленина. Улица Ленина, да, прикольно. Таблички можно себе старую раздобыть. Замки. Какой-нибудь топор какой. Голову рубили. Да. Это какой-то мясницкий топор, я так понимаю. Вон, каска. Так, пойдем дальше. Пойдем, да. Пойдем дальше. 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 Пойдем дальше.